Это двойные стандарты. Господин Толстой, господин Толстой, мой вопрос был, Путин дойдет до Киева или остановится на Одессе. Цель сегодня сохранить результат? Я могу сказать лишь свое мнение, свое желание. Пойдем до польской границы. Одесса с французским легионом, это классная идея. Макрон гений. Мы все ждем отправки французского легиона. Он будет гореть, как горели французские танки в этом провальном украинском уступлении летом. Сегодня нет консенсуса на официальную отправку солдат в Украину. Но ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, чтобы Россия не победила в этой войне. Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России, в отношении этих государств, тоже не будет никаких красных львов. Добрый вечер, Петр Толстой. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к эфиру. Напомню зрителям, что вы вице-президент Государственной Думы России, близкий к Владимиру Путину человек. Царь переизбран без оппозиции, без предвыборной кампании. Ничего удивительного. Но я должен поблагодарить вас. Потому что без вашей работы последние два года уровень участия в 75% был бы невозможен. Так что спасибо большое за то, что вы сделали для России, особенно за эту кучу теорий, ужасных теорий, о которых вы тут болтали в студии, призывая к протестам... Подождите, Петр. Так, в эпоху коммунизма... Могу я? У вас, в принципе, тут были только те, кто специализируется на коммунизме в России. Это прискорно. Постойте, Петр, мы же... Но это было в прошлом веке. Господин Толстой, мы же позвали вас сегодня. Секундочку, господин Толстой. Вы поблагодарили нас, но на что вы намекаете? Что западные страны передают то, что происходит с начала русской агрессии, и это как-то связано с набрыми голосами, так? Потому что именно этим мы здесь и... Да, да, благодаря вашей политике, отсутствию суверенитета у Европы, поддержке США, неонацистского режима в Украине, благодаря этому русские поняли, что это война на выживание, и пришли на избирательные участки в рекордном количестве. Напоминаю, что 75% это много, даже для России. И мы видели очереди у посольства в Париже, в Милане, в Дубае и в других местах. Везде есть русские и 300 тысяч живущих за рубежом, слушают пропаганду вашего канала, но они все равно пришли голосовать за Путина. Господин Толстой, господин Толстой. Спасибо вам. Господин Толстой, два комментария. Для начала вы сказали про очереди перед посольствами, и мы видели их в 12 дня, как раз во время акции протеста, которые призвали некоторые персоны, избирателей. И перед тем, как говорить о том, что будет дальше делать Путин, я бы хотел остановиться на этих выборах, когда мы видим трех кандидатов Путину, которые сами поддерживают президента, поддерживают войну, а единственный кандидат, хоть как-то выделяющийся Борис Надеждин, был отклонен по непонятным причинам. Реально ли он заслуживает в таком случае переизбрания с такими цифрами? Не забывайте, что у каждой страны своя история, и у каждой своя демократия. Наша демократия в России в представлении трех кандидатов от партий, которые заседают в парламенте. Естественно, они поддерживают специальную военную операцию в Украине, а то, что Надеждин не прошел, это его промах. Он повторил Гоголевский сюжет. Мертвые души. Он дал Центральной избирательной комиссии подписи мертвых людей. У нас есть закон. Может, это вас удивляет, но мы не едим детей по утрам, у нас есть законы, и, согласно нашему правосудию, кандидат, который предоставляет фальшивые подписи за себя на выборы, он не допускается. Это не из-за его позиции по Украине. Это, скорее, его плохая организованность для этих сборов. Есть вопрос для вас. Сейчас важно знать, что будет делать Путин с этой, в кавычках, победой взрывной, как выразился экс-президент России Медведев. Что он будет делать в Украине? Он говорил, мы достигнем целей. Это значит, что Владимир Путин продолжит войну? Он хочет взять Киев и сменить Жензеленского? Вы знаете, если вопрос с целью специальной военной операции, которую вы называете войной, если хотите, можно говорить война. Сегодня все страны НАТО втянуты в войну, а гражданские в Белгороде умирают из-за европейских ракет, отправленных в Украину. Поэтому украинцы не стесняются ими атаковать, направляя их гражданских. Но не переживайте, война, она будет продолжаться, потому что нужно достичь наших целей, денацификации и демилитаризации Украины. И я прям растаял от предложения Макрона прекратить стрелять на время Олимпийских игр, видя, как Олимпийская команда России не была допущена до этих самых игр в Париже, тогда как Израиль без проблем участвует, и несмотря на каждодневный геноцид против палестинцев на их же собственной территории. Господин Толстой, мой вопрос был... Как обычно, двойные стандарты. Господин Толстой, господин Толстой, мой вопрос был, Путин дойдет до Киева или остановится на Одессе. Цель сегодня — сохранить результат? Я могу сказать лишь свое мнение, свое желание. Пойдем до польской границы. Одесса с французским легионом — это классная идея. Макрон — гений. Мы все ждем отправки французского легиона. Он будет гореть, как горели французские танки в этом провальном украинском выступлении летом. Проблема в том, что вы чувствуете, что вы проиграете. Вы в панике ищите решение. Для французов Макроновская риторика с отправкой французского легиона в Одессу тоже имеет цену. Потому что, когда они вернутся в гробах с триколором, не думаю, что французы будут довольны. Господин Толстой, вы о словах Макрона про возможность отправки солдата. Если он сказал это, это не значит, что он этого хочет. Инициативу он не проявит. Как вы говорите, солдаты будут возвращаться в гробах. Что это? Это угроза, которую вы посылаете... Макронов? Нет, это реальность. Это реальность, это судьба всей техники, всех солдат НАТО, что сегодня в Украине. Могу вам назвать пару цифр, если вам угодно, если вам интересно. Не знаю, за последнее время, но в Украине за два года было 13 тысяч наемников, из них 356 французов, из них 147 уже мертвы. И интересно, как легализуют смерти этих людей, рассказывая, что они то под лавину попали, то вертолет в Майами с офицерами упал. Вот так вы выворачиваете реальность. Мы в курсе, что в Украине есть наемники. Мы этого не боимся. Возможно, это немного волнует самих французов, но все закончится гробами в Орле, и думаю, не Макрон будет их встречать в аэропорту. Ну, сейчас Россия еще не выиграла войну, Украина сопротивляется. Украина в любом случае потеряла инициативу после летнего фиаско с контрнаступлением. Инициатива сейчас за нами, и мы пойдем шаг за шагом, не спеша, не переживайте, у нас есть время. Господин Толстой, так что результаты голосования показывают, что мы на правильном пути. Господин Толстой, у нас есть для вас вопрос от Бернара Гета, депутата Европарламента, приближенного Макрона. Все просто. Господин Бернар, да? Да-да, мы знакомы. Раз уж вы любите цифры, можете напомнить нам, сколько сегодня русских солдат на территории Украины, страны суверенной, часть которой вы захватываете. Бернар, вы хотите точных цифр на территории экс-Украины? Это военный секрет, Бернар. Могу вам сказать, что украинцы потеряли уже 400 тысяч человек в специальной военной операции за эти два года. 100 тысяч, так ведь? Вы, вы гоните украинцев на передовую, где нет перспектив. Вы расширяете НАТО. А вы их захватываете, господин Толстой. Вы пытаетесь их запугать. И мы увеличим это число, Бернар, не переживайте. У нас еще есть солдаты. Спасибо, Бернар, Толстой, за то, что согласились прийти на французское ТВ, что дало вам слово. Так что тут нет пропаганды, мы пытаемся говорить о том, что происходит. Да, спасибо, раз в полгода. Согласен. Вобода. Триумф свободы на ТВ Франции. Сегодня нет консенсуса на официальную отправку солдат в Украину. Но ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, чтобы Россия не смогла победить в этой войне. Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России, в отношении и тех государств, тоже не будет никаких красных линий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова